Белое нельзя воротить Пока живет, Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Интегральная и дифференциальная формы уравнений электростатики в вакууме. А первый вопрос здесь. Интегральные характеристики векторных полей. Интегральные характеристики векторных полей. Сейчас слово векторное поле я понимаю в математическом смысле, когда каждой точке пространства сопоставим вектор. Ну, как мы уже с вами договорились для электрического поля, если у нас есть какое-то произвольное векторное поле, не обязательно электрическое, чтобы оно ни с чем не ассоциировалось, я буду его называть векторным полем К. Может быть, это электрическое, может быть, это поле скоростей, речки, может быть, это поле векторов ускорения свободного падения, здесь, что хотите. Ну, вообще, любое векторное поле можно рисовать с помощью линий К. Аналог силовых линий. Это такие линии, в каждой точке которой вектор К смотрит покасательный, а густота линий пропорциональна модулю вектора К. Так любые векторные поля рисуют. А вот теперь будет некоторая новость. Давайте в векторное поле К внесем маленькую площадочку. Такую маленькую, что она будет почти плоской. Такую площадочку мы будем характеризовать вектором площади. ДС. Вектор площади звучит забавно. Чтобы ввести вектор, надо ввести его длину и направление. Длину вектора ДС ввести очень просто. Это будет, его длина будет равна площади этого кусочка. А направление тоже очень просто. Мы будем его направлять перпендикулярно плоскости площадочки. Если площадочка маленькая, то площадочку можно считать плоской. Мы, естественно, считаем, что у нас поверхности гладкие. Из них никаких лучей звезд не торчит. Они кривые, но гладкие. Правда, если мы договорились направлять вектор площади перпендикулярно площадочке, пока есть одна неоднозначность. Его можно направить в эту сторону, а можно в эту. Эта неоднозначность устраняется очень и очень просто. Если наша площадочка, часть какой-нибудь замкнутой поверхности, например, у нас есть кривой глобус, вот такой. Он в общем случае может быть кривым. Вот с такими меридианами и параллелями. Но он кривой. Совсем не обязательно он круглый. То тогда вектор площади на каждом кусочке глобуса, мы его разобьем на маленькие площадочки. Каждую площадочку можно считать плоской. И тогда вектор площади будем направлять перпендикулярно плоскости площадочки наружу из замкнутой поверхности. Что значит наружу? Это вообще вопрос непростой. Это топология. Но если у нас конечная поверхность, то наружу из поверхности, наверное, это когда не пересекая поверхности, можно уйти на бесконечное. Конечно, математики придумывают кучу идиотских поверхностей, где сказать, что такое наружу и внутри трудно. Есть, например, всякие там бутылки с клей иногда с односторонними поверхностями. Но мы не будем заниматься экзотиками. Итак, когда у нас замкнутая поверхность достаточно простая, вектор площади смотрит наружу. Иногда, правда, случается, что поверхность у нас не замкнутая. Вот какая-нибудь такая. Она тоже кривая, но не замкнутая. Тогда с направлением вектора площади хуже. У нас нет понятия наружу и внутрь. Тут договорились о следующем. Надо договориться, в каком направлении пограничники обходят границу этой поверхности. Если пограничники ходят в эту сторону, то по определению одно из двух направлений вектора площади определяется следующим образом. Мы кистью руки показываем направление прогулок пограничника и тогда большой палец показывает направление вектора площади. Если поверхность обходит так, то вектор площади всегда все смотрят в эту сторону. Если обходят пограничники в обратную сторону, то вектор площади смотрят в другую сторону. Все. Теперь, когда мы договорились, что такое вектор площади, легко ввести понятие элементарного потока векторного поля К через элементарную площадочку. Элементарный поток векторного поля К через площадочку есть по определению скалярное произведение К на ДС. Иногда любят спрашивать, какой физический смысл у элементарного потока. Отвечаю, никакого. Это чисто математический объект. Если у него и есть смысл, то математический. Математический смысл элементарного потока это сколько линий К пересекает эту площадочку. Смотрите. Чем больше К, тем чаще мы их рисуем. Поток будет расти. Чем больше площадь, тем больше линий пересечет. Но еще важно, под каким углом эти линии входят в площадочку. Если под прямым углом их много пересечет, если так, их мало пересечет. Этот косинус из скалярного произведения это считается. Элементарный поток мы ввели. Теперь, если у нас площадочка конечна, то конечный поток через конечную площадочку будет считаться как сумма элементарных потоков через каждую из площадочек. То есть, это будет сумма по всем площадочкам скалярных произведений векторного поля К на каждой площадочке, на площадь каждой площадочки, при условии, что каждая площадь будет стремиться к нему. Чтобы площадочку можно было считать плоской и чтобы вектор К на этой площадочке был постоянен и угол был постоянен. В математике так часто приходится поверхность кривую делить на ячейки, на каждой что-то считать, умножать на площадь ячейки и суммировать, то для такой операции придумали специальное название, это называется интеграл по криволинейной поверхности. Это записывается как закорючка от К ДС, а здесь обычно пишут С, я предпочитаю писать здесь гамма 2, потому что это двумерная поверхность. Иногда случается, что двумерная поверхность замкнута. если поверхность замкнута, это так важно, как мы увидим вскоре, что это стоит отметить в этой записи. Так вот, если поверхность замкнута, то на интеграле ставят колесо. Если поверхность замкнута, то поток записывается так. это первая характеристика интегральная векторного поля. Можно придумать еще вот что. Если у нас есть векторное поле, и мы нарисуем замкнутый контур, это такая тропинка, не обязательно плоская, она может извиваться, как хотите. Но это уже одномерное многообразие. если мы договоримся о направлении обхода этой тропинки, а если вдруг договорившись о направлении обхода, вам захочется на эту тропинку натянуть поверхность, то тогда перпендикуляр к поверхности вы так будете направлять. мы разделим тропинку на маленькие кусочки и сосчитаем на каждом кусочке скалярное произведение поля К на длину элемента тропинки и просуммируем это все по всей тропинке в такие скалярные произведения. То если тропинка не замкнута, мы уже знаем как это называется. Когда мы силу умножали на перемещение и интегрировали, это был интеграл вдоль криволинейной траектории. У нас будут встречаться только замкнутые траектории, поэтому будет естественно написано интеграл от К Д Л. В данном случае по длине тропинки обычно пишут Л но я предпочитаю писать гамма-1 в том случае если это одномерное многообразие. А когда тропинка замкнута, то в честь этого пишут здесь колючок. Такая штука называется циркуляцией вектора К по замкнутому кунту. Такая штука поток вектора К через замкнутую поверхность. Такая штука циркуляция вектора К по замкнутому кунту. На самом деле мы с вами о циркуляциях немножко говорили. Мы знали с вами о том, что работа потенциальных сил по любому замкнутому пути гамма 1 равно нулю. Это свойство потенциальных сил на новом языке. Но мы с вами знаем, что электрические силы потенциальные это есть просто К с ноликом на Е Д Л К с ноликом можно вынести и это не 0 это заряд который мы таскаем по замкнутому контуру и мы получаем что циркуляция вектора Е по любому замкнутому контуру гамма 1 должна равняться нулю. Господа это первая интегральная теорема электростатики вакуума. Можно говорить, что электрическое поле потенциально а можно говорить, что по любому замкнутому контуру гамма 1 интеграл от скалярного произведения Е Д Л равно нулю. Это утверждение о том, что электрические силы потенциальные. В следующий раз мы с вами увидим, что работает в электростатике и эта теорема. Мы увидим с вами, что поток вектора Е через любую замкнутую поверхность гамма 2 оказывается равен 4П на суммарный заряд внутри этой поверхности. Если у нас внутри поверхности есть заряды, то оказывается, что число силовых линий пронизывающих поверхность равно 4П на суммарный заряд этой поверхности в СГС, а в Си надо умножить на единицы на 4П и с ноликом и получится заряд внутри поверхности делить на епсилон с ноликом. Когда я говорил, что инженеры ввели 4П, чтобы емкости конденсатора не получилось, я немножко ерничал. Они ввели 4П для того, чтобы в этой теореме не получилось 4. Это так называемая теорема Гауса. Это теорема циркуляции. Оказывается, эти два выражения математически эквивалентны закону Кулона. Мы с вами это уже получили потенциальность из закона Кулона, а это получим в следующий раз. На самом деле можно сделать и наоборот. Можно было бы сказать, что электрисстатическое поле удовлетворяет двум таким интегральным теоремам, и из них можно получить закон Кулона. Это эквивалент закона Кулона, но совсем на другом языке. В следующий раз мы придумаем кроме этого языка еще два языка математики, на которых можно будет выразить закон Кулона. И в результате у нас будет 4 формулировки закона Кулона. Каким когда пользоваться зависит задача. Все на сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ